Отметить одну из величайших церковных торжеств на ночную службу в Кафедральный собор Уфы собралось множество людей. Богослужение здесь совершил митрополит Уфимский Стерлитамакский Никон. Празднование продолжилось на соборной площади, где были установлены рождественская елка и вертеп. Ребята из православной молодежной организации «Панагия» и горожане исполняли калятки, а дети катались с ледяной горки, рассказывает Анна Аксенова из видеослужбы Уфимской епархии. Православные Уфы отметили праздник Рождества Христова. Пришел в мир Спаситель, родился в мир и пришел Иисус Христос, чтобы принести нам Евангелие правды своей, Евангелие Царства Небесного. И тогда, освободившись от грехов через таинство попаяния и святаго причастия, мы с вами бы соделались, чем наследниками Царства Христова. Вот зачем родился Господь и пришел нам в мир. Первыми из людей поклониться Христу пришли пастухи, извещенные о его появлении на свет явлением ангела. На небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу волхвов. Они принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Ну, дорог праздник Рождества, потому что мы православные христиане. Это, во-первых, ребенку. Первый раз мы как раз старше дочь, ей 6 лет скоро исполнится. Решили взять ее на ночную службу, серьезно готовились, даже хотели с собой еды взять. Ну, собственно говоря, потому что мы православные, выцерковленные верующие. Отметить Рождество, несмотря на позднее время суток, в кафедральный собор собралось множество людей. Выйдя из собора, после богослужения молодые люди из православной молодежной организации «Панагия» запели калятки. Все остальные собравшиеся подпевали им. На улице были установлены рождественская елка и вертеп. Дети же смогли покататься с ледяной горки. Этот праздник для меня очень много значит. Я его очень люблю, этот праздник. Это самый светлый, самый чистый, самый радостный праздник – праздник надежды. Праздник Рождества в Уфе стал ярким праздником для представителей всех религиозных конфессий. Представители ислама не обошли это событие стороной. Они поздравили братьев-христиан, поздравил православных и президент республики Рустем Хамитов. Поздравляли друг друга и сами православные. Вернувшись из храмов домой, они сели за праздничный стол. Разговлялись после рождественского поста. Ну, это семейный праздник для нас, так как мы, слава богу, семья православная. И так как здоровье позволяет, время, мы можем не спать ночами, всегда проводим у нас службы в храме. А после мы проводим время оригинально, поем калятки. Нас много человек, 20, наверное. Ну, хор мы, конечно, не перепоем, но стараемся. Спасибо. 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 Спасибо.